Кучка номер 33, главный тренер Дженуа, Джан-Пьеро Гаспери. У Наполи Рафаэл Кабрау защищает ворота, номер один тот самый вратарь, который допустил очень другое победу. Да, 69-й номер, первый оттен, поперек. Отхватывает мяч Ринкон. Валон из Бундеслиги пришел, так сказать, Валейко Фернандос, аргентинский защитник, он смеет выступать за Суонси. Валон Бихрами перешел в Гамбург, защитник сборной Швейцарии. Александро Матри также взят из Милана, сегодня мы его не видим. В составе Стураро пришел из Ювентуса, а в атаке умеет он немного. Маркезе. Стураро, чтобы забить гол, но пробил неудачно. Инлер со сборной Швейцарии выступил. Нормально, проиграли, как раз Аргентине, в упорной борьбе в 1-8 финале. Калихон сборной Испании отсутствовал, так что избежал вот этих, кто здесь, в прошлый сезон. Да, да, и Суонси. В Ливерпуле был, конечно, Аспас. Ничего. Ну, шаг правил Ринкон, это вполне его манера игры. Желтых карточек в Германии у него было множество. Сейчас с жестким приемом остановил он Лоренцо Инсилии. У нас его капитан, его Антонелли. Он играет. Антонелли и мяч похватывает Кучка. Туроро. Антонелли перешел даже вот сюда. В итоге Маркезе подает и легко в этот раз выбивает мяч. Раулем бьет. Все равно, что мог, он сделал. Продолжает Дженуа. Антонелли. Да, большой преимущество у Дженуа в последнее время. С Туроро идет вперед, не встречая почти сопротивления. Вот только сейчас Альбиоли наконец-то. Показывает страх вот С Туроро. Можно играть, показывает судья. Хотя было здесь нарушение со стороны Альбиоли, конечно же. Поперек. Ринкон. Маркезе. Ну, от защитника с мячом. Опять Ринкон. И вот его партнеру, С Туроро. О, какая ошибка. Да и Данил сюда не дошел, но и Инсилии мяч не сумел обработать. Здесь фол. Потенциально голевую, безусловно, ситуацию. Надо, конечно, еще повтор посмотреть на предмет контакта. Но ситуация-то уже закончена. Маркезе. Кучка. Хороший пас. Ну, по исполнению не очень. По замыслу ничего было. Сзади удар. Много фолов. На этот раз Калихон вернулся на поле. Все в порядке. Быстрый розыгрыш мяча. Опять надо вратарю выходить. Да, вперед. Дебайо. Большими силами Дженово перешел на чужую половину поля. А, конечно, в контратаках в команде несколько сподручней. Но навесы остаются. Оружие. Пенилья показал, что он нацелен на игру на втором этаже. Особенно с тех пор, как перестала ему кучка мешать. Вот кучка играет в подкате. Винлер. Ошибки пошли у неаполитанцев на ровном месте. Пенилья. На мяч зацепился. Сыграл направо. И точно. Ленитос там подсказывает своим. Перотти. Эденилсон. Еще один навес. Пенилья с леда бьет. И нападает створ. Но здесь вратарь. Третий уже удар. Потерял мяч. Все-таки нарушил правила Жоржиня. Быстро. Матжо. Быстро разыграли мяч. Генуэзцы. Очередной навес. Где там Пенилья. Вот он. И гол. И гол. Все-таки Пенилья добивается своего. Ну что. Сработало оружие. Обратите внимание. Насколько хороши навесы сегодня в этом матче у игроков Джену. Ни одного пустого. Ни одного до первого защитника. Ни одного. Пенилья не направлено всем. Биоль пошел вперед неожиданно. Надо возвращаться назад. Испанцев. Зараза. Главное, киноэсты точно знают, как они хотят дебилами атаковать. Вот видите, примерно по ровну команды владели мячом. Одиннадцать небольшой. Вот у Дженуэа сейчас это владение идет. Маркезе. Автор телевой передачи. На сороковой его сравнял прекрасным ударом головой Пенилья. Хороший тайм, будем надеяться. А вот теперь все. Второй тайм начался. Состава команд. Проигрывали Пенильи все время второй этаж. Справа одиннадцатый Маджо. Слева восемнадцатый номер Сунега. Восемнадцать восьмой НР. Восьмой Жоржини. Опорные полузащитники. Атакующая группа. Слева двадцать четвертый Инсиния. Справа седьмой Кальехон. В центре семнадцатый Гамшик. Капитан. И девятый Гуаин в нападении. Главный тренер Рафа Бенитас. Судья матча Лука Банти. Параллельно еще несколько матчей проходят. И таланты Наполе и Верона сыграли в мячу 0-0. Все остальные матчи идут вот сейчас. В это время. Поздние. Для Италии обычно гораздо меньше матчей в это время. Прошла комбинация у Наполи. Верон Куан против Эмлера. Ну вот серьезные ребята. Катается за лицо венесуэлец. Похоже штрафной назначен. Да, то еще противостояние. Ринкон против Эмлера. Два очень жестких игрока. Вначале, кстати, сам Ринкон. Ручкой, по-моему, заехал Эмлеру. Вот, смотрите. А уже потом. Вот, вот, смотрите. Но Эмлер не стал. А потом уже Ринкон схватился за лицо. Хотя ему-то, похоже, и не попало толком. Леру попало по лицу. А вот Ринкон, по-моему... Ринкон, Фенилья. Перотти не так заметил, кстати. А Фенилья весьма. Это Нилсон. Дальше направо. Навес Перотти. Маркезов штрафной затолкали прям соперники. Бьют его ногами генуэсты. Но отбились, отбились футболисты Наполи. Кальехон. Длинный пас попадает в Демайо. Тураро. Крудная передача на фланг. Вот, Перотти. Эденилсон. Ринкон ведь не стал. Вступили в штрафную. И Нилья отсюда даже вышел. Боится он тут. Ничего. Пас, впрочем, сделал неудачный. Будет контратака? Накрывают Джорджини? Накрывают. Но это, конечно, фу. Со стороны стуровые. Пирает мяч. Вместе Дженуа. Это был Ринкон. Собственно, для этого его и брали. Чет в первую очередь хорошего в отборе. Повезло сейчас, который Борис, мяч вот куда полетел, а не на Эденилсона, который могут править. Теперь уже Энлер чудом не сделал очередную неточную передачу. Да, что-то и в порядке у Наполи-то. Брак пошел тот еще. Брак здесь. Тем не менее, стул с мячом Маркеза. Еще один навес, на этот раз, не доходит. Потерял удачу Колье-Кон. В итоге следует удар Ринкона. Пока голевых моментов во втором тайме все-таки не было ни у тех, ни у других. Ворот, Жоржинья. Хорош в отборе Ринкон. В Тураро немножко замешкался. И тут же Жоржинья ее населил. Прекрасную комбинацию они с Энрике разыграли. С Жоржиньей разыграли. Вышел Сунико к воротам Моперин вовремя. Сократил угол обстрела и отразил. Очень опасный удар. Из-за боковой бросает Антон Элли. Касание. Кучка. Это Игуаин. Затолкал Ринкона. Но у того борьбу-то, конечно, сложно выиграть. Это клещ настоящий. Думаем. Равная, равная играл в втором тайме. Чуть более собранная, чем в первом. Не хотят рисковать всех, по-моему, командой. Антумино Радзузо. Два матча за молодежь. Итальянскую. Атакующий игрок. Незамена в свою очередь. Удалой у нас. Погуляли футболисты. А второй более сдержанный. Больше борьбы. И тоже не так же направлен. Не проходит передача у Дегусмана. Сальке отыграл напал. А у нас 90-я минута. И счет. Ничейный один один. Альке. Напал в виду. Сколько не проголоса. Наполея очень хочет все-таки вырвать победу. Часы вовсю Бенитос. И с финальной свисток. Наполея набирает три очка в труднейшем для себя матче. Поздравляем команду Бенитоса. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова